Приветствую вас, я Алякина Елена, я эксперт по энергопсихологии и психосоматике, специалист по оздоровительным практикам, в том числе Востока, мастер Рейки, мастер Махатма Рейки. И я сегодня хочу с вами поделиться с тем, что такое Рейки, и пригласить вас на обучающий семинар по Рейке. Я пришла в Рейки, потому что была инвалидом. В 12 лет я попала в автомобильную катастрофу. Первое мое образование инженер, а потом я искала способ, как быть здоровым человеком. И мой путь привел меня в Челябинский университет физкультуры на кафедру оздоровительных техник Востока. С Рейки познакомилась еще до прихода в институт, а обучаясь в институте, я более глубоко поняла связь физического тела человека, энергетики человека и как можно применять Рейки для исцеления человека. Что такое Рейки? Рей – это божественный, это та энергия, которая находится вокруг нас. Это, собственно говоря, энергия праны, эфира, как это можно называть. С этой энергией работал Тесла, и из этой энергии получал электричество. И вот из этой же энергии, которая окружает нас, человек тоже получает внутреннюю энергию, и у него проходит эта энергия через тело в качестве энергии Ци. Или ее еще называют энергией Ки. И получится Рей – Ки. Рей – Ки. То есть она может быть в разном качестве. Она может быть в качестве Рей – окружающей энергии пространства, и в качестве внутренней энергии. И, соответственно, решает разные задачи для человека. Я пришла в Рейки в 2005 году. А в 2006 году стала мастером Рейки Усуи Риоха. А потом я познакомилась еще с другими системами Рейки. И в настоящее время я дополнительно являюсь и мастером-учителем Махатма Рейки с 2007 года. Рейки очень успешно используются на Западе, причем в медицине. Во Франции в 2009 году была официально утверждена профессия «Целитель Рейки». А в Испании практикующие Рейки участвуют в телевизионных передачах, проводят сеансы в больницах. А в Институте физкультуры официально утверждена дисциплина по системе естественного исцеления Рейки для обучающихся студентов. Это в Испании. В Израиле, в Англии, в Германии сеансы Рейки включены в медицинское страхование здоровья. В Англии, Японии и Америке в некоторых медицинских институтах обучение методу Рейки является обязательным. В Германии, пожелавшим пройти обучение практики Рейки, государство возвращает затраченные деньги на обучение. Медперсонал, имеющий вторую ступень Рейки, получает более высокую заработную плату. В Австралии государство поддерживает развитие системы Рейки. В Америке, во многих онкологических центрах, сеансы Рейки входят в плановое лечение. В Сербии ассоциация Рейки обучает врачей и профессоров в больницах. Также в Америке и Японии распространены целые клиники, которые специализируются на лечении энергии Рейки. Впечатляет? Неправда ли? Верю, что и в нашей стране тоже не за горами открытое применение практики Рейки совместно с традиционной медициной. А сейчас обучение Рейки обычно проводят мастера. Вот таким же мастером Рейки Усу Ирёха и мастером Махатма Рейки являюсь я. Удивительно всё, что происходит в Рейке. Это такая простая, универсальная целительная система. Ей владели Иисус и Будда. И о практике Иисуса написано в Библии. Там описываются опыты, когда Иисус накладывал руки на больных людей, и они исцелялись. Вы скажете, что Иисус не владел Рейки. В какой-то степени вы правы, потому что сама система Рейки пришла через мастера Мюкао Усуи в 1922 году и называется Рейки по-японски. Но точно такая же практика, просто она не называлась тогда Рейки. Владел Иисус и Будда. Это была техника лечения наложением рук. И такие практики, похожие на Рейки, существовали во всех культурах всех народов мира. Для того, чтобы быть целителем Рейки, нужно пройти обучение у мастера, получить у него инициацию. А всё остальное очень просто. Накладываем руки, и происходит чудо. Человек исцеляется, у него решаются эмоциональные проблемы. У него уходят проблемы не только в здоровье, но и в отношениях, и в бизнесе, и с деньгами. И реализуется его успешность. Ещё удивительное качество Рейки. Человек молодеет, сильно молодеет, и у него открываются различные способности. За свою практику мастера-учителя я провела около 500 обучений. Первый, второй, третий ступеням Рейки Усу и Риоха и первой, второй, третий ступеням Махатма Рейки. Я вырастила в 13 мастеров, которые, в свою очередь, сейчас делятся своими знаниями и обучают учеников и мастеров дальше. И вот сейчас, накануне Нового года и новогодней праздники, я хочу провести семинар по обучению Рейки Усу и Риоха. Причём семинар будет проходить для тех, кто желает обучиться первой ступени, а ещё и второй ступени. Причём можно обучиться сразу первой и второй ступени, или только первой, или только второй ступени, если у вас уже есть первая ступень. Но новогодние праздники – это всегда новогодние праздники. И всегда хочется делать подарки в новогодние праздники. И поэтому те, кто пройдут первую ступень, я сделаю им хороший подарок. Я провожу дополнительно к Рейке ещё очень много различных обучений. Это и работа с полями человека, и массажные практики, и массаж Рейки. И ещё есть возможности в Рейке работать с бизнесом. Нет, не просто с деньгами, а создавать систему управления бизнесом. И вот с этими знаниями я хочу немножечко поделиться. Тем, кто придёт на первую ступень, я дам несколько занятий по массажу в Рейке, как можно делать массаж в Рейке. А тем, кто придёт на вторую ступень, я дам несколько занятий по тому, как можно управлять бизнесом в Рейке. Что же получат те, кто придут на обучение в Рейке? Те, кто придут на первую ступень, получат вот такую методичку, получат вот такой диск с обучением первой ступени Рейки, по которому можно будет всегда повторить всё, что вы не запомнили, потому что на первой ступени этой информации очень много. И дополнительно к тому обучению, которое я даю лично, я оставляю ещё вот эти записи. Конечно же, они получат свидетельство. Точно такое же свидетельство о прохождении второй ступени получат те, кто придут на вторую ступень, и те, кто придут на вторую ступень, получат несколько методичек по плану работы. И, конечно же, те дополнительные знания, те дополнительные небольшие семинары получат те, кто придут на этот семинар. Там есть ещё несколько дополнительных подарков. И об этих условиях прохождения новогодних семинаров вы узнаете рядом с этим видео. Я буду рада быть вам полезной. Я буду рада видеть вас на этом семинаре, в таком большом, расширенном семинаре. И помогу вам приобрести знания и способности о том, как можно быть здоровым, как создать здоровье вашей семьи и вашего окружения, как создать своё материальное благополучие благодаря Рейке, причём не только на второй, но и на первой ступени. И на первой ступени я даю практики дистанционной работы, хотя это практики второй ступени. Вы получите знания о том, как работать с другими людьми дистанционно, не контактно, не рядом. Я расскажу вам сейчас случай. Буквально недавно со мной поделилась моя ученица. Она проходила Махатма Рейке, и она мне рассказывает такой случай. Говорит, Лена, почему так произошло? Говорит, я сижу на работе. Мне позвонил мой муж и говорит, у меня голова болит, дорогая. Помоги, пожалуйста, боль снять. И эта дорогая, говорит, я просто раз и выключилась от мужа, включилась в работу. Минут через 30 он звонит и говорит, ой, спасибо тебе, голова прошла. Она спрашивает, Лена, но я же с ним не работала. Я говорю, ты до такого мастерства дошла, что ты уже работаешь и в Рейке, и выполняешь свою работу, и трансформируешь весь мир вокруг себя, делаешь его благополучным и гармоничным. Вот так можно работать в Рейке. Вот так получается работать в Рейке, когда у нас уже есть опыт определенного мастерства. Это чудо. Это чудо, с помощью которого я сама стала здоровым человеком. От инвалида к здоровому человеку я прошла за несколько лет. У меня очень активная мама, маме за 80 лет, она тоже в Рейке, и она невероятно молодеет, у неё улучшается здоровье, она ведёт активный образ жизни. И я радуюсь, когда я могу помочь людям справиться со своими болезнями, причём достаточно серьёзными, такими, как он, как ВИЧ, благодаря Рейке. Я радуюсь, когда с помощью Рейки люди могут решить свои финансовые вопросы, свои производственные вопросы, вопросы своей творческой реализации. И меня удивляют мои ученики, мастера Рейки. Они приходят, обучаются в Рейке, а потом происходит невероятный взрыв. И одни используют это для развития своих развивающих центров, другие уходят совершенно в другие техники. Это могут быть и поющие чаши, работа со звуком, и сиферотика. И тем не менее, они одновременно работают в Рейке. И эмпатия. Я удивляюсь талантам и творческому раскрытию своих учеников. Я очень благодарна тому, что такие люди пришли ко мне, и я очень рада, что я могла быть полезна им. И также я хочу, чтобы вы могли раскрыться в полной мере, чтобы вы могли решить все свои вопросы в своей жизни. А я могу лишь только объяснить вам, как это можно сделать, научить и помочь вашей творческой реализации. Буду рада быть вам полезной. И я жду вас на своем семинаре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!